Доброе утро! Индустриальная экономика Восточной Европы конца 19-го, начала 20-го века. Этот город, это место, это средоточение индустриальных офисов, заводов, офисов промышленников, которые двигали мир тогда. Сегодня помещение, в котором мы находимся, это один из объектов креативной экономики, который полностью изменил смысл прошлого, который перевернул страницу эпохи. И это важно к вопросу о страсти, потому что мы должны понимать, что мы переходим из общества индустриального в общество постиндустриальное. Мы начали сегодняшнее утро с разговоров о науке, поэтому важно посмотреть, что есть в центре, в основе индустриального общества. Это, прежде всего, капиталоемкие технологии, в то время как в основе общества постиндустриального это наукоемкие технологии. То есть, если в первом случае это машина и конвейер, то во втором случае это человеческий мозг и свобода человеческая, собственно, о чем тоже упоминалось. Так вот, возвращаясь к страсти, учитывая все-таки мою профессию, надо разобраться в терминах. Этимология слова на самом деле двоякая. Пассио на латыни, страсть, она же и страдание. Пассионарность, это вообще мое любимое слово, я его часто употребляю в свете, в том числе своих научных интересов, если уже мы говорим о науке, потому что предмет моих научных интересов — это общество, я же юрист по профессии, базовая, во всяком случае. Теория пассионарности принадлежит известному, как мне казалось, историку Льву Гумилеву. Сегодня утром я решила спросить у Гугла, что такое пассионарность, он мне выдал, что это доисторический мем, рожденный фолк-историком Гумилевым. Вот такая версия, я копнула глубже, и вообще есть такое мнение, что это было основным занятием Гумилева, а история была побочным эффектом его изысканий. Так вот, эта теория, ну, в двух словах, собственно, что она из себя представляет, основана на том, что в любой популяции, будь то волки, люди, есть условно 4% особей, которые обладают геном пассионарности. Что это значит? Ну, если мы начали с животных, то во время пожара эти пассионарные волки выводят стаю из горящего леса. Если мы говорим о людях, то тот же Гумилев упоминал кочевников, например, хуннов. Ну, то есть он говорил, что при определенных климатических изменениях у племя начинается новый вызов, оно начинает завоевывать соседние, таким образом идет развитие. Также у него была теория, связанная, условно говоря, с астральными вопросами, с космическим дождем. То есть некие космические потоки способны изменить этногенез, и тогда всплывает эта пассионарная часть популяции, и начинаются изменения, которые, в общем, цикличны. Начинается с ровного состояния, затем идет подъем, надлом, инерция, стагнация и опять ровное состояние, если мы говорим об обществе. Так вот, страсть, она же основа пассионарности, мне кажется, это нечто другое в современных условиях. И пассионарность тоже трансформируется вместе с трансформацией общества. Причина этому глобализация. Гумилев родил свою теорию в тоталитарном обществе, он в это время был в сталинских лагерях, в индустриальную эпоху. Мы сегодня, я надеюсь, находимся, может быть, на заре, но все-таки постиндустриального общества, которое неумолимо двигает общественные процессы. Когда мы уходим от тоталитарных, авторитарных режимов, переходим к демократии, потому что в основе постиндустриального общества человек свободный, человек креативный. Это значит человек с горящими глазами. Я думаю, что многие из вас сталкивались с исследованием Ричарда Болза и с его книгой «Какого цвета твой парашют?». Это американский журналист, который все на десятые годы прошлого века сделал исследование карьере и написал книгу «Какого цвета твой парашют?». Она пережила более, по-моему, 30 переизданий в Соединенных Штатах Америки. Основная теория, если свести ее к нескольким тезисам, заключается в том, что общество построено на теории трех коробочек. Учеба, работа, отдых. То есть ты вначале тяжело учишься, чтобы получить квалификацию, потом ты работаешь, чтобы затем получить право на отдых, то есть на пенсию. И вот теория заключается в том, что профессия как основа уже далеко не главная, ее нет. Главное, что ты хочешь, к чему у тебя страсть. И статус профессии заменяется на статус знаний и ролей, которые мы играем в обществе. То есть нужно разбивать коробочки. Не значит, что когда ты учишься, ты не работаешь. Не значит, что когда ты работаешь, ты не должен отдыхать. И вообще не значит, что ты должен когда-то отдыхать. В отличие от индустриального общества, если я уже об этом начала говорить, когда человек очень долго и упорно приобретал квалификацию, которая была основой всей его жизни, то в современных условиях базовая квалификация вообще высококлассная, даже не ставится под вопрос. Человек должен учиться и развиваться всю жизнь. Причем в основе этой учебы должна быть страсть. То есть то, чего он по-настоящему хочет. Когда мы принимаем в команду новых сотрудников, я их спрашиваю, о чем вы мечтаете? Ну, 39 человек из 40 впадают в ступор, потому что это какой-то неправильный вопрос. Иногда они отвечают, ну, я мечтаю быть успешным юристом. Даже не так. Нужен второй вопрос. Кем ты себя видишь через три года? Окей, вижу успешным юристом. Дальше ответы заканчиваются. Человек не может сказать, кто он и чего он хочет. Причина тому, что очень часто мы не знаем, о чем мы мечтаем, о чего мы хотим. Мы делаем только то, что надо. Я тоже родилась в индустриальную эпоху, и меня воспитывали с этим постулатом. Но мне родители говорили еще о том, что нет предела человеческим возможностям. Странно, но я когда об этом вспоминаю, я почему-то представляю йогов. Отец мне всегда говорил, ты знаешь, есть люди, которые могут левитировать, они могут ничего не есть сутками и могут питаться солнечной энергией, а еще не могут не дышать. Я, конечно, мечтала левитировать в пять лет, потом эта мечта как-то вот, я не стала над ней работать, но зато я могу долго не дышать. Я упорно тренировалась, и это мне помогло в занятиях спортом. Я думаю, что на самом деле нет предела человеческим возможностям. Просто очень важно, чтобы кто-то пришел и сказал, то, что ты придумал, это круто, и у тебя это обязательно получится. Это правда важно. Но важно также и то, что закончилось время одиночек. Мне кажется, что мы живем в эпоху синергии. И именно в партнерстве движение происходит гораздо быстрее. Глобализация, информационные технологии и совершенно другие тренды. Если говорить о прагматичных вещах, то почему-то все социологи очень озаботились тем, как ощущение счастья, вот этих горящих глаз влияет на производительность труда и вообще на условия труда. Оказывается, в нашей стране каждый второй человек несчастлив на работе. И поразительно то, что мировой показатель примерно такой же. При этом на макро уровне компаний, корпораций, в которых работают счастливые люди, то есть люди, которые работают не только ради денег или не ради денег, они гораздо продуктивнее, примерно в два раза прибыльнее, чем конкуренты, как говорят социологи. Но на самом деле это испробованная практика. Какое-то время тому назад мы добавили в карту компетенции сотрудника нашей компании слово «страсть». Вот так и добавили. Это, конечно, не облегчило наш поиск, но это сделало нас достаточно бескомпромиссными. Мы не только изменили критерии к людям, и мы честно об этом говорим, мы изменили условия среды. Мы говорим «делай то, что ты хочешь, только вначале определись, и это самый сложный процесс». А затем стараемся создать достаточную конкуренцию, чтобы это желание никогда не ослабевало. Мы начали этот эксперимент и через 9 месяцев проверили, условно, как выросли продажи. Они выросли ровно в два раза, честное слово. Какое-то время назад, как я уже упомянула, по профессии я юрист, и я прошла примерно ту же линейку, как и предыдущие спикеры. Профессию я пришла, потому что надо. У меня были другие мечты и другие планы. Об этом я скажу позже. Но на каком-то этапе меня стало это душить. Я поняла, что меня это не цепляет, что я не могу завтра утром опять загореться и делать то же самое, что я делала раньше. Я подумала, ну почему бы мне не выйти из этой коробочки, почему бы не попробовать что-то другое. Мне стала интересна экспертиза на таком высоком стратегическом уровне. Ну, бизнес-экспертиза. Мы стали перестраивать все процессы, на меня все показывали пальцами и говорили, юриспруденция это святое, нельзя уходить от классики, все должны делать так и только так. А потом нам попалось в руки исследование Financial Times 2013 года. Они посмотрели, спросили крупных клиентов, которые пользуются профессиональными услугами, а что вообще вы ожидаете от своих консультантов. И вы знаете, никто не хотел получать профессиональные услуги. Никто не хотел, чтобы просто выполнялись их поручения. Все хотели стратегической экспертизы. И это закономерно, потому что скорость обмена информации возрастает и возрастает. Времени на поиск ответов на несоответствующие твоему профилю деятельности вопросы все меньше и меньше. Люди нуждаются в пакетных стратегических решениях, а лучше в искусственном интеллекте. И все к тому идет. И через три года мы здесь будем совершенно другие, у меня в этом нету сомнений. В конечном итоге я подумала, окей, если я поняла, что я могу двигаться дальше и нету никакой коробки, почему бы мне не вспомнить о моих детских мечтах? В детстве я мечтала о двух больших вещах. В начале, в таком юном достаточно возрасте, я решила, что я хочу быть дипломатом. Но родители объяснили мне, что это очень конъюнктурная профессия, и у нас навряд ли будет возможность а, обеспечить мне хорошее образование, б, хорошую карьеру. Поэтому я должна как-то умерить свои планы. Окей, сказала я, и увлеклась естественными науками, и была уверена, что я пойду в медицину. Но я династийный юрист. И на каком-то этапе семейное мнение возымело вес. Я человек ответственный, слово надо, индустриальная эпоха. Я сказала, окей, юрист так юрист. И, в общем, учеба мне не давалась тяжело, потому что генотипы, потому что среда, и все было с этим хорошо. Но когда я перешла к этой точке трансформации, вдруг, ну тут мы вернемся, наверное, к космическому потоку, я не знаю, как это произошло, но я абсолютно неожиданно, без каких-то формальных оснований получила предложение стать почетным консулом Германии. И я с радостью его приняла, потому что это была правда моя детская мечта, это была моя основная мотивация, почему я сказала да. Какое-то время назад, когда страсть, пассионарность страны перевернула ход течения истории, я подумала, окей, все чем-то занимаются, почему бы мне не заняться медицинской реформой. Здесь один из коллег упоминал о том, что текущая практическая медицина – это малоперспективная площадка для роста. Вот мне это не нравится. А мне также не нравится, что нет доступа к классной, доступной медицинской услуге. Мне не нравится, что наши врачи до сих пор черпают информацию не из международных источников, а из книг библиотеки. И я, как мне кажется, заразила этой страстью достаточно большое количество людей, с которыми мы больше года уже меняем эту ситуацию. Может быть, к следующему TEDx мы расскажем о результатах. Я хочу сказать о том, что будущее этого мира – это люди с горящими глазами. Что те, кто не найдут свою идею, не найдут свою страсть, если даже они не захотят и захотят остаться в потребительском обществе, просто не смогут, потому что конкуренция заставит их двигаться дальше. Поэтому зачем долго ждать, если все успешные люди на самом деле очень похожи друг на друга? Это люди, у которых очень развит социальный интеллект, это люди, у которых развито вариативное мышление, это люди, которые классно и быстро мыслят на 360 градусов. У них высококлассные базовые компетенции, но они всегда открыты миру и открыты новым идеям. Существующие институты навряд ли будут меняться так же быстро, но я верю в альтернативные. Я понимаю, что система образования и воспитания навряд ли может быть эволюционно изменена, но я верю в альтернативные площадки. Ну, TEDx, например, по которым учатся сегодня уже многие подростки. Или виртуальные платформы крутых университетов. Курсера сегодня есть, мне кажется, у каждого второго молодого человека в планах, который собирается развиваться. Поэтому я в это очень верю. И поскольку до этого шла речь о Тесле, я вот хочу вспомнить одну из его теорий. Он говорил о том, что каждая молекула, которая нас окружает, наполнена достаточным количеством энергии, чтобы, высвободив ее, изменить мир. Поэтому я хочу призвать вас к тому, чтобы вы искали свою страсть, нашли ее и отдали миру. Спасибо. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...